Слава Иисусу! Потому что обычно ветер дует в спину, когда тебе не по пути. Итак, я рад приветствовать каждого сегодня на этом месте. С кем лично не поздоровался, доброе утро. Приветствую гостей из далекого города Тирасполя. Аллилуйя, Женя, спасибо, что ты сегодня нас посетил. Слава Богу! Итак, сегодня у нас снова воскресенье. Снова день, когда мы можем слышать Слово Божие. Снова день, когда мы можем вместе собраться, прославить имя Господа. И это замечательно. Это замечательно, когда есть такая возможность. Потому что есть в мире много христиан, много церквей, которые не могут, к сожалению, собираться вместе для того, чтобы вместе Слово разобрать, вместе помолиться Господу, вместе прославить Господа, послушать пастырскую проповедь, Божье Слово через пастыря. У нас сегодня пока такая возможность есть. И доколе у нас есть возможность, мы будем делать то, к чему призвал нас Господь. Мы будем делать наше служение Ему там, где Бог этого хочет. Сегодня я начинаю новую серию проповедей, о которой долго-долго размышлял, долго-долго молился. Были несколько вариантов, на какую тему говорить, что рассказывать, о чем говорить, в чем нуждается церковь, в чем каждый человек нуждается сегодня, в чем мы сегодня испытываем нужду больше всего. И если обобщить это все одним словом, все в одно предложение внести, то каждый из нас сегодня нуждается больше всего в Боге. Аминь. Конечно, вы можете сказать, ну, пастырь, я уже с Богом, у меня все нормально, и Бог у меня есть в моей жизни, и как я могу испытывать в Нем нужду? Как я могу нуждаться в том, что есть в моей жизни, или в том, кто уже в моей жизни присутствует? Знаете, можно иметь дома большой холодильник, я уже приводил этот пример, иметь большой холодильник, забитый продуктами, но оставаться голодным по одной простой причине, просто потому что лень подойти к холодильнику, лень открыть дверь, достать оттуда что-то, и лень донести до рта и покушать. И даже в притчах написано, что лентяю ему лень даже донести ложку до своего рта. Так вот, пожалуйста, не ленитесь, потому что участь всех лентяев такая же, как и у идолопоклонников, такая же, как у волшебников. Ой, как тихо стало. Мы прям как в студии звукозаписи. Итак, конечно, картинка говорит сама за себя. Шикарная картинка. Долго я ее искал. «Идеальное спокойствие». Так называется серия проповедей, которую вы будете слышать на протяжении трех воскресеньев. Итак, в этой серии проповедей мы с вами ответим на три вопроса. Что делать, когда неспокойно? Зачем вообще проповедовать? Все все знают. Молодцы такие, класс. Второй вопрос. Что делать, когда тяжело? Спасибо за подсказку. Знаете, это как в передаче, да? Кто хочет стать миллионером? Кто хочет стать, кстати, миллионером? Кто хочет иметь много возможностей финансов? Супер. Есть три подсказки. Звонок другу, помощь зала и 50 на 50. И третий вопрос. Это, знаете, один брат меня натолкнул на вот этот третий вопрос. И я просто не постеснялся включить его в эту серию проповедей, потому что я так понял, что в этом ответе, или в ответе на этот вопрос, нуждается большинство мужского поколения нашего. Что делать, когда не хочется ничего делать? Это не значит, что эта третья проповедь будет только для мужчин. Это значит, что мы действительно ответим на этот вопрос. Что делать, когда не хочется ничего делать? Почему я так говорю? Потому что сегодня в этой проповеди, в проповеди на вопрос, что делать, когда неспокойно, мы поговорим о спокойствии. Помните мультфильм Простоквашина? Спокойствие, только спокойствие. А, нет, вот этот. Карлсон. Спокойствие, только спокойствие. Сегодня мы будем говорить о спокойствии. Где его брать, с чем его едят, какой рецепт и так далее и тому подобное. Во второй серии проповеди на вопрос, что делать, когда тяжело, мы будем говорить о силе хвалы и поклонения в нашей жизни. И Ира сказала, сила хвалы и поклонения. Это очень важно в нашей жизни. Вообще, я рекомендую вам не пропускать эту серию. И ни одной проповеди, и ни одного воскресенья. И третий вопрос, что делать, когда не хочется ничего совсем делать? Мы поговорим о том, когда все нормально в принципе. Все же хорошо. Зачем что-то менять, зачем что-то изменять? Ну или по-другому это можно сказать, что хочу не знаю, а что знаю не хочу. Вот как быть в таком случае? Это мы услышим на третьей проповеди в этой серии. Итак, я надеюсь, что я буду сегодня немногословен. Я очень хочу, чтобы мы с вами почитали сегодня Слово Божье. Вы, знаю, читаете по расписанию, по графику, читаете с молитвенными тетрадями, читаете Библию. Поднимите руки, кто это делает, пожалуйста. Класс! Это здорово! Вот те, кто подняли руки, скажите, вы благословлены? Да! Для вас это благословение? Да! После служения посмотрите в зал, кто не поднял руки. Можно еще раз? Поднимите руки, кто читает Библию по графику. Я запишу. А теперь смотрите в зал, кто этого не делает. И те, кто читает, подойдите, пожалуйста, и засвидетельствуйте после служения. Подойдите хотя бы к одному человеку и засвидетельствуйте, почему это благословение в вашей жизни. Обязательно. Итак, я хочу вам рассказать сегодня одну очень интересную историю из Библии о спокойствии. И вот эта вот фотография, вот это фото, оно приблизительно передает то, что происходило тогда. И те люди, которые давно читают Библию, наверное, поняли, что речь идет о Иисусе Христе и его учениках, которые находились в лодке. Иисус вычерпывал воду, а ученики спали в это время, потому что наелись, напились, им было не до шторма. А ученики, а Иисус Христос, бедный наш Господь, и весла хватал в руки, и паруса держал, и воду вычерпывал. В общем, не знал, чем заняться на палубе той лодки. Приблизительно было это вот так. Я, знаете, когда увидел эту фотографию, я попытался переместить себя туда, в эту лодку, и представить себя на месте этих моряков, рыбаков или кто-нибудь там, экстремалисты. Но судя по экипировке, это рыбаки. Они, видно, вышли рыбки половить, а погода резко изменилась. Либо они не подумали о погоде и вышли вопреки всем законам природным. И вот их вот так вот начало штормить, штормить, штормить. И я думаю, чего-то не хватает в этой фотографии, вот просто чего-то не хватает. Иисуса нету здесь однозначно. Да и рыбаки эти совсем не те, которые были в то время. И верю, что Бог так сделал, что я нашел картину Рембрандта. Иисус с учениками в лодке во время шторма. Где Иисус спит, а ученики пытаются бороться со штормом и так далее. И вот, что написано в Библии в этой истории. Мог бы пересказать словами, но есть некоторые моменты, на которые я бы хотел обратить ваше внимание в этом отрезке Библии, который я выделил с желтым цветом. Сейчас мы с вами прочитаем. И поднялась великая буря. Кто был на море и видел шторм хоть раз? Вживую. Великая буря, понимаете, да, что это такое на море? Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой. Еще чуть-чуть и она бы затонула. Есть лимит, есть норма, уровень воды, который может находиться внутри корабля, может находиться внутри лодки. И потом, если этот уровень превышается, что с кораблем происходит, с лодкой? Он идет ко дну. А Иисус спал на корме, написано. Просто спал. Вот так вот, склонился на возглавие и спал. Ну, естественно, он устал, он очень много служил людям. Он очень много провел времени на ногах. Возможно, не ел даже. Его будят ученики, своего любимого учителя, который устал, отдыхает, будят его, трусят. И говорят ему такие слова. Учитель, идем позавтракаем, мы тебе кофе сварим. Если бы, да? Говорят ему, учитель! Я так думаю, что после слова учитель прозвучало еще, наверное, каких-то пару фраз. Просто их укоротили. Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? Обратите внимание, они обратились к Иисусу, который спал в спокойствии во время шторма. Бог был спокоен. И встав, Иисус ничего им не сказал, просто запретил ветру и сказал, море умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина. Ну, примерно, как вот сейчас, ребята, выключили лишние звуки, и мы нормально слышим все. А потом обратился к ученикам. Иисус говорит им, что вы так боязливы. Почему у вас нет веры? И несмотря на это, написано, что убоялись страхом великим. Кто-нибудь переживал в жизни великий страх? Вот великий страх такой вот, просто, знаете, страх умереть сейчас. Переживали? Я представляю себе их состояние. И говорили между собой, кто этот, что и ветер, и море повинуются Ему. Чего бояться? Иисус в лодке. Бог в твоей жизни. Чего тебе бояться? Если Бог находится в твоей жизни. Бог находится в твоем доме. Бог находится с твоими детьми. Ангелы охраняют твою семью. Ангелы охраняют твой дом. Ангелы охраняют твой путь. Бог позаботился обо всем. Бог спокоен. Мы же неспокойны. Почему? Есть несколько причин, почему мы беспокоимся. Первая причина это то, что у нас мало веры. Или нет ее вообще. Мы боимся что-то потерять в своей жизни или кого-то потерять. Почему? Потому что у нас мало веры. Веры во что? Веры в то, что Бог может позаботиться об этом лучше, чем мы сами. Почему ученики не будили Иисуса Христа, когда он... Когда шторм только начинался, когда Иисус уснул. Почему они его тогда не дергали? Почему они его не дергали, когда, допустим, у них там парус оторвало или еще что-то? Почему они его начали дергать только тогда, когда уже поняли, что все, они уже ничего сделать не могут? Потому что они надеялись на свои силы. Потому что они надеялись на свой опыт. Потому что они надеялись на себя. И мы такие, знаете, вот классные мальчики и девочки. Мы думаем, что в нашей жизни мы можем контролировать своими силами совершенный покой, который дает только Господь. Совершенный мир, который дает только Бог. Мы думаем, что мы сейчас возьмем какую-то формулу, возьмем какое-то там лекарство, возьмем какой-то чей-то совет. Там три раза произнесем что-то, пять раз кому-то что-то перешлем. Я смотрю на эти сообщения в Вайбере, у меня, знаете, я уже улыбаюсь просто. Перешли, а то тебе будет плохо. Это тебе будет плохо, потому что ты оккультизмом занимаешься. А мне плохо не будет, потому что я живу с Богом. А если ты колдуешь в своей жизни, если ты веришь в волшебные слова, ну, кто тебе тогда сам дурак? Еще раз обращаю ваше внимание, они начали будить Иисуса только тогда, когда поняли, что их силы иссякли. И причем будили, дергали Господа с претензией, что до меня дела нет. Ну, как нет, если Он с тобой в лодке? Как у Бога нет до тебя дела, если Он в твоей жизни? Но если ты сам пытаешься контролировать свою жизнь, если ты сам пытаешься строить свою жизнь, если ты говоришь, что ты лучше знаешь, чем Бог, как построить твою жизнь, то какие могут быть претензии к Богу? А когда ты уже все, знаете, вот это вот, навалял весь этот вот салат-винегрет в своей жизни, наделал его, а потом приходишь и Богу претензии предъявляешь. А почему тебе дела нет до меня? Наверное, надо посмотреть немножко в другую сторону. Иисус спал, обратите внимание, где, 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 где? На корме. Брат Володя, корма это что у нас? Во время шторма это самое безопасное место? Это самое опасное место, насколько я знаю, во время шторма, потому что лодку, когда кидает, она носом врывается в волну, падает с волны. А Иисус там спал. И вы ходили за этим человеком, да, сыном человеческим, ходили, слушали его красивые речи, он исцелял, вы видели чудеса, вы видели знамения, вы говорили Аллилуйя, Слава Господу Вышних. И тут происходит такое, происходит шторм. Когда в нашей жизни все хорошо, мы воздаем славу Богу, мы прославляем Бога, мы поем Ему песни, наша душа радуется, сердце ликует, поет. Все хорошо, и Богу можно славу воздать. Но когда в нашей жизни наступает момент штормов, мы начинаем Богу предъявлять претензии. А где? Слава Господу! А Бог в самом небезопасном месте находится, и Он уже позаботился о том, чтобы там было безопасно, чтобы там было идеальное спокойствие. Обратите внимание, как Иисус встал, на море встало сразу идеальное спокойствие. Идеальное. Все утихло, и наступила тишина. Многие люди слушают эту песню. Тишины хочу, тишины. И люди хотят вот, знаете, вот такого умиротворения, войти в мир, в покой, в такой, знаете, в спокойствие, такой зайти, прям вот, чтобы никто не трогал. А при пожаре первым вынесли, укрыли, накормили и на курорт отправили. Еще одна интересная история, связанная с морем. Это история Петра. Мы знаем эту историю, ученики на лодке должны были переплыть в другой город, по морю. И тут какое-то время Иисус начал идти к ним по воде. И все увидели и испугались, думали, что привидение. По морским приметам, если ты видишь привидение, да, тебе мерещится человек на воде, все, хана, ты утонешь сто процентов. То есть это такая морская примета. И все его боялись, естественно. Но Иисус сказал, не бойтесь, это я. Петр, единственный из двенадцати учеников, сказал Иисус, если это ты, а ну скажи мне пойти по воде, чтобы я пошел. Решил проверить. И Иисус сказал, хорошо, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Я специально выделил это предложение. Но видя сильный ветер, испугался. И начав утопать, закричал, Господи, спаси меня. Как знакома эта фраза для каждого из нас. Когда нам тяжело, когда что-то происходит в нашей жизни, когда весь свет померк вокруг, и тьма объяла, еще какими-то стихами можно все сказать, и ты все, ты кричишь, Господи, спаси меня, ну что ж ты меня не слышишь? Ну где же ж ты, Господь? А Бог в твоей жизни. Бог рядом. Смотрите, что происходит дальше с Петром. Иисус тотчас простер ему руку. Как только Петр воззвал к Иисусу, Иисус тут же был возле него и протянул ему руку. Поддержал его и говорит ему, маловерный. Если мы почитаем Евангелие, мы увидим, что Иисус очень часто упрекал своих учеников в маловерии. И людей, которые за ним входили, он тоже упрекал очень часто в неверии, в маловерии. Зачем ты усомнился? В чем усомнился Петр? В чем усомнился этот человек, который, выйдя из лодки, вот перешагнул и пошел по морю? Пошел по тем волнам, которые он видел. Вдоль того ветра или против ветра, который сильно дул. Он же все это видел, находясь в лодке. Но почему он вышел из лодки и пошел, а потом начал тонуть? Почему он усомнился? И мы знаем, конечно, о том, что Петр был сфокусирован на Христе, пока он его видел, он шел на него. Но Иисус не упрекнул его в том, что, Петр, зачем ты посмотрел на волны? Надо было все время смотреть на меня. Помните, там такая история была? Пока она смотрела на жениха, она шла, шла, шла. Тут только посмотрела себе на туфли, и все, и любовь прошла. И убежал. И убежал. Иисус не упрекнул Петра в том, что он сместил взгляд с него. Иисус упрекнул Петра в том, что он усомнился. И говорит ему о том, что маловерный. Он упрекнул его в маловерии. Пошел по воде. И самое интересное то, что и когда вошли они в лодку, ветер утих. Обратите внимание. Иисус взял Петра за руку, поднял, и они дальше пошли по воде. Пока они зашли в лодку. Они еще шли вместе по воде. Написано, и когда вошли они в лодку, ветер утих. Снова утих ветер, когда Иисус пришел к ученикам. Снова все утихло. Знаете почему? Потому что Иисус источник мира и покоя. И если мы хотим найти мир и покой в своей жизни, мы хотим действительно найти вот это идеальное спокойствие, где мы будем чувствовать себя спокойно, где мы будем чувствовать себя в безопасности, где мы будем чувствовать себя, знаете, такими все вот, все уже, вот все. Осталось только дождаться, когда Господь заберет. То только в нем, только в Иисусе Христе мы найдем этот покой. Только в Иисусе Христе мы найдем совершенный мир. Послание апостола Павла Колоссяна. Слово Христово довселяется в вас обильно. Это к тому, что вы каждый день читаете Библию. Это к тому, что мы каждый день размышляем над Словом Божьим. Это к тому, что Слово Божье, оно должно пропитывать нас. Потому что от Слова Божьего внутри нас растет наша вера. И чем больше мы слушаем Господа, чем больше мы слышим Его Слово, чем больше мы пускаем это Слово внутрь себя, внутрь своей жизни, в свое сердце, в свой разум, тем больше оно пропитывает нас, и тем больше мы начинаем верить Богу. потому что написано в Библии, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Со всякой премудростью научайте, вразумляйте друг друга псалмами, славословиями и духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господов. А есть что делать, когда не хочется петь? Поехали. Если не хочется петь, пой. Если тебе не хочется молиться, иди молись. Если тебе не хочется читать Библию, что? Иди читай Библию. Если тебе не хочется поклоняться Богу, иди и поклонись Богу. Если тебе не хочется в воскресенье идти в церковь, быстро, ноги в руки и беги в церковь. Потому что когда Слово Божье будет пропитывать тебя, когда ты будешь пропитан Словом Божьим, Иисус будет на корме твоего сердца, твоей жизни, какие бы шторма не были, что бы ни происходило. Источник мира и покоя рядом с тобой. Чего нужно только посмотреть на Него? Иисус покоен. О чем мне тогда переживать? Я не могу сказать, что я уверен в этом, но рискну предположить, что некоторые думают, почему в связи с такими событиями в Украине, почему я не проповедую на эту тему, и почему я не говорю об этих событиях. Вы знаете, Бог когда-то дал мне такое откровение не вмешиваться ни в какие политические вопросы, ни в какие политические разборки. И не рассуждать о том, кто прав или кто виноват. Потому что написано, что Бог один над всем судья. Я, конечно, разговариваю с друзьями, с родственниками в Украине, у меня почти вся родня там. И я очень сильно за них переживаю, мы все переживаем за них, за друзей наших переживаем. но эти события невозможно исключить по-человечески, потому что в Библии написано, что в последние времена на восстание царства на царство брат пойдет убивать брата, родители будут предавать детей, дети родителей. Я слышу много свидетельств, ну, отрицательных свидетельств, где родственники уже не разговаривают друг с другом, не хотят говорить друг с другом. Даже среди верующих христиан есть такие позиционеры, не оппозиционеры, оппозиционеры, каждый держит свою позицию, к сожалению. Но есть и хорошее свидетельство. Вам, дорогая церковь, большой привет от церкви до тысячи из Бердянска. Они все живы, все здоровы, слава Иисусу. И пастор Александр, помните, приезжал, который рассказывал про церковь до тысячи? Передал всем огромный привет. Спасибо. И вы ему будут передать. Обязательно. Если в твоей жизни будет Бог, то все будет хорошо. Война это страшно. Но в Библии написано, что страшно впасть в руки Бога живого. Как говорил Маэстро из фильма «Войдут одни старики», война это приходящее, а музыка вечная. Прославление Бога вечное. Бога славят на земле, Бога славят в небесах. И когда все закончится, те, которые призваны славить Бога на небесах, пойдут на небеса славить Бога. Страшно, когда война. Страшно, когда убивают детей. Страшно, когда убивают неважно с какой стороны. Но это еще что-то можно изменить. А вот когда придет Иисус, изменить уже ничего нельзя будет. И тогда мы все предстанем перед Ним. Тогда уже ничего изменить невозможно будет. И доколе мы здесь на земле, доколе есть у нас еще возможность. Будем служить Господу, будем прославлять Его, будем жить сегодня, пока Бог благословляет и дает нам возможность собираться вместе, вместе служить, вместе славить Господа. Все, что может сегодня по силе рука твоя делать, Писание говорит, делай. А то, что происходит в мире, это будет происходить. Этому надо происходить. Об этом написано в книге Откровений. Возможно, я когда-то об этом буду проповедовать, но не сегодня. Вот, что бы я хотел продолжить. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 27 стих. Вот, что говорит Иисус, источник мира и покоя. Мир оставляю вам. Мир мой даю вам. Иисус дает мир. Иисус дает покой. Когда мы читаем Евангелие, Он что говорит? Возьмите бремя мое на себя и иго мое и найдете покой душам вашим. И Он есть источник мира. Он дает совершенный мир. Он дал его. Его нужно только взять. Взять и пользоваться этим. Не так, как мир дает, я даю вам. Еще раз обращает ваше внимание, наше всех внимание, обращает на то, что дает мир. И как рассказывает мир о мире, покое, это совсем не то, что дает Господь. Совсем не то. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается. Не смущается и не устрашается. Значение слов этих вы знаете. 16 главе в 33 стихе Он говорит, сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир. Где мир? В Иисусе Христе. В мире будете иметь скорбь, но никак без этого. Но мужайтесь, говорит, мужайтесь, я победил мир, Иисус победил мир. Вы свет мира, говорит Иисус. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Вы свет мира. Если верующие люди, люди Божьи, дети Божьи будут бояться, то что будет с теми, кто еще не узнал Иисуса Христа? Что будет с теми, которые еще не знают Бога, у которых Бога еще нет в жизни, как у детей Божьих? Что будет с этими людьми? Я хочу показать в том. Это маяк. И читая историю, вспоминая историю, географию, которую мы изучали в школе, мы знаем, что маяк служит для чего? Для того, чтобы указывать путь кораблям. Какой путь? На берег. А знаете, когда маяк особенно нужен? Во время тьмы, во время шторма, как маяк, как раз в самых ненастных событиях, в самое ненастное время нужен маяк. Потому что в штиль, когда ясная погода, моряки смотрят на звезды, смотрят еще куда-то, у них есть навигационные всякие системы, они видят, куда плыть. Но когда туман, когда буря, когда ураган, когда волны все бьет, вот тогда и нужен маяк. Вот тогда должен светить маяк. И церковь призвана быть маяком в этом мире. Церковь призвана быть светом в этом мире и указывать путь людям. Не говорить, кто прав, и кто виноват, и кто хорошо делает, а кто плохо. Церковь призвана указывать путь человеку к Богу, ко спасению. Предназначение маяка светить, не стоять столбом и разбивать волны. Не разбивать волны, а светить. И церковь призвана не разбивать волны в чьей-то жизни, а просветить и указать путь человеку прийти к Богу. Говоря о церкви, я говорю о каждом из нас лично и персонально. Церковь это мы с вами. Церковь это я, церковь это ты. И во время шторма маяк усиливает свою работу, усиливает свой свет. Иисус говорит в Евангелии от Матфея 5 глава 16 стих. Тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного, чтобы они видели. Скажи это слово вместе со мной. Видели. Чтобы люди видели. Я слышу неоднократно такую фразу, ну я хожу перед Господом, я хожу перед Богом, а не перед людьми. Заблуждайтесь. мы ходим и перед Господом, и перед людьми. И Бог видит то, что не видят люди, а люди видят то, что они видят. То, что мы им показываем, то они и видят. А Бог видит то, что мы людям не показываем. Так вот, люди тоже должны видеть. Мы должны светить им. Люди должны видеть наши дела. Не только Бог, не только Господь. Перед людьми мы ходим и живем в мире с людьми. Послание апостола Павла Колоссянам 3 глава 15 стихи. И довладычествуют в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле и будьте дружелюбны. В одном теле это в Иисусе Христе, в церкви. Церковь это тело Иисуса Христа. И вот апостол Павел говорит, что пусть господствуют, владычествуют, это господствуют, царствуют, начальствуют, то есть главным в наших сердцах должен быть мир Божий. Которому мы с вами призваны. К этому миру. И что мир Божий, пишет он филиппийцам, мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. В современном переводе слово соблюдет переведено дословно сохранит. Позаботиться о том, глубокое значение, более глубокое значение, позаботиться о том, чтобы сердца сохранились, сохранить наши сердца во Христе Иисусе. Тот мир Божий, которому мы призваны, которого источником является и сам Иисус, он сохранит наши сердца в Иисусе Христе. Превыше всякого ума этот мир. Это не тот мир, который мы знаем и видим в мире. Я пойду на йогу, мне нужно умиротврение, тайна ци, дзи, там еще что-нибудь, всякие шаолинские хроники, эти методики, всякие разные, что еще там можно, нирвана какая-то там, я уйду в астрал, уйду в нирвану, я познаю себя изнутри, гармония души и тела, пяток и носков. Единственный источник мира и похода это Иисус Христос. И мир Божий, Он совершенный и превыше всякого ума, превыше всякого разумения, превыше всякого умозаключения. И этот мир Божий, идеальное спокойствие сохранит наши сердца в Иисусе Христе. Если мы будем во Христе, мы будем в покое. А если мы будем в событиях, мы будем тонуть. Рекомендую переместиться. Знаете, вот сделать такое перемещение в пространственно-временном континууме, переместиться в Иисуса Христа, в мир Божий. И сердце станет спокойным, и давление прыгать не будет, и в жар кидать не будет, и в холод кидать не будет, морозить не будет. Что хотите, все это все закончится, это все перестанет быть, потому что Иисус встанет с кормы и скажет утихни, 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 и настанет тишина. Идеальное спокойствие только в Иисусе Христе. Для этого пришел Иисус, чтобы дать нам мир Божий, дать спасение, дать будущность, дать надежду и дать мир Божий. Давайте встанем на наши ноги и помолимся. Я хочу сделать сегодня нечто необычное. Рядом с каждым из вас есть какой-то сосед или соседка. Не в смысле по улице, а сейчас здесь стоит. Положи ему руку на плечо. И мы сейчас помолимся с вами за мир Божий, который превыше всякого ума. чтобы этот мир он наполнил нас. Давайте помолимся сейчас друг за другом. Молитву, которую будем произносить, это будет молитва друг за другом. Сегодня каждый из нас нуждается в этом совершенном покое, в совершенном мире, в идеальном спокойствии, которое дает только Иисус. потому что наши глаза они видят такой шторм, они слышат такие ветра, такие звуки, мачты трещат, паруса рвутся, вода хлюпает, уже забивает в лодку, и тебе кажется, что ты тонешь. Но как сказал однажды один проповедник, если Иисус в твоей лодке, твоя лодка не утонет. Давайте закроем глаза и помолимся. Дорогой Иисус, Господь наш, мы молим тебя о твоем мире, который ты дал нам, мир, который ты принес сюда на землю, твой мир совершенный, Божий. Мы молим тебя, пусть в сердце каждого из нас будет твой мир совершенный, который превыше всякого ума, чтобы сохранить наши сердца в тебе, чтобы сохранить нас в тебе, Господь, и сохранить твое слово внутри нас. Я благословляю Господь каждого твоим миром, твоим покоем, Господь, твоей силой. И пусть в жизни каждого, в сердце каждого, прямо сейчас утихнут всякие шторма, всякие бури, всякие ветра. Господь, ты повелел и стало, и я прошу тебя, повели сейчас всем ненастья, утихнуть, и пусть твое спокойствие, идеальное спокойствие наполнит наши сердца в тебе, Господь, и во имя твое, Иисус. Аминь. Слава Иисусу! Давайте вам зовем славу Божию. Аллилуйя! Слава Иисусу! Аминь.